Дата запуска железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс будет определена в июле. Сейчас же продолжается интенсивная работа по решению вопросов, связанных с функционированием Транскаспийского транзитного маршрута, соединяющего восточные рынки с западными. Участвующие в этом проекте страны рассматривают единые тарифы и возможности увеличения грузопотока. Все подробности у Шафа Калиевой. Казахстан, как один из основателей этого маршрута, активно сотрудничает с определенными государствами в этом вопросе. Сторона выжидания открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, который является одной из важных элементов в этом коридоре. Она – звено большого пути, который начинается с восточных границ Казахстана. С вводом в эксплуатацию данного коридора железнодорожного грузопоток, начиная от Китая через территорию Казахстана, Центральной Азии, первая ветка идет, конечно, по территории Российской Федерации, далее в Европу, вторая ветка, южная ветка, это как раз проходит через порт Ахтау-Крук, через порт Алят и дальше по железке от Баку до Турции и далее в европейские части континента. Этот транспортный коридор выгоден для Казахстана, для транспортировки грузов, в том числе контейнерной перевозки, автомобильной перевозки. Пока точная дата открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс неизвестна. Его открытие откладывалось уже несколько раз. Ожидается, что в начале июля этого года азербайджанская, грузинская и турецкая стороны определятся с датой запуска. Время запуска железной дороги Баку-Тбилиси-Карс зависит не только от нас, но и от турецкой стороны тоже. Мы 4-5 июля в Карсе проведем встречу с руководителями транспортной отрасли Турции и Грузии, в рамках которой и определим дату старта этой железной дороги. Точная дата установится именно на этой встрече, но отмечу, что в этом году мы точно запустим эту дорогу. Вопросы расширения возможностей транскаспийского маршрута обсуждались и на экономическом форуме в Астане в рамках Экспо-2017. В частности, в центре внимания были перевал грузов из Китая и Казахстана в Баку и далее через Грузию в Турцию. Определение тарифов для грузов, перевозящихся из Польши в Казахстан. Кроме того, стороны решили переименовать название коридора. В Астане мы провели встречу в связи с международным транскаспийским транспортным маршрутом. Мы решили переименовать его в средний коридор, так как начинающийся в Китае этот маршрут рассматривается китайскими коллегами как средний. Поскольку северным маршрутом они считают коридор, который проходит по российской территории, транскаспийский маршрут работает. Для беспрепятственного перевоза грузов от Китая до Турции стороны уже согласовали многие юридические и тарифные вопросы. По оценкам экспертов, открытие железной дороги, которую уже долгое время все ждут, станет резонансным событием в экономическом сотрудничестве стран региона. Ожидание для каждой страны это в первую очередь привлечение дополнительных финансовых ресурсов в период экономического спада во всем мире.